В Краснодарском крае создадут курортный кластер. Регион поставил рекорд по количеству гостей в прошлом году. С 15 января из Краснодара в Сочи ехать придется с пересадкой, но на так называемый единый билет для детей будут скидки. Туристам запретят использовать одноразовую посуду и влажные салфетки. Ограничение будет введено на территории Кавказского заповедника. Порадовался сам, порадуй животных. Сочинцы смогут сдать новогодние елки на переработку. Создание курортного кластера на Кубани станет одной из стратегических задач для региона на ближайшее будущее. Об этом рассказал губернатор. Вениамин Кондратьев провел сегодня первое в наступившем году планерное совещание. Во время новогодних праздников в край отдохнули более 800 тысяч человек. Коллеги, конечно, я хотел бы вас поблагодарить за активную работу большинства глав муниципальных образований, коллег и моих вице-губернаторов, департаментов, министерств, различных ведомств в новогодние праздники. Потому что, на самом деле, край, который встречал гостей и в Каму Нового года, и в первые дни Нового года, и в лучшую сторону отличились, как обычно, Сочи, горные, предгорные районы. Они взяли на себя львиную долю отдыхающих, около 600 тысяч отдыхающих, и просто туристов посетило вот эти и районы, и, как понятно, Красную Поляну в Сочи, как и сам Сочи. И нет нареканий, нет негатива. Люди приехали отдохнуть, отдохнули и уехали с хорошим настроением. Это, значит, внушает нам оптимизм и уверенность, что они снова к нам вернутся в следующие новогодние праздники. Посмотрите, какая активность была даже без снега, без снега в горных и предгорных районах нашего края в новогодние праздники. Давайте продумаем это уже сегодня направление. Оно стало востребовано. Давайте там максимально с инфраструктурой или инфраструктурой начнем заниматься. Потом все остальное уже, я думаю, сам бизнес сделает. Сам бизнес сделает. Ну, инфраструктуру должны сделать мы. Подумайте и готовьте программу именно по развитию этих районов. Напомню, что по итогам прошлого года турпоток в Краснодарском крае составил 17 миллионов 300 тысяч туристов, что стало рекордным показателем. Сегодня в России последний январский праздник – Старый Новый год, то есть Новый год по старому стилю. Эта дата появилась после перехода с Юлианского на Григорианский календарь. До 1918 Новый год праздновали именно с 13 на 14 января. Зимние каникулы закончились, а атмосфера праздника все еще царит в Сочи. Сегодня Старый Новый год. А это значит, у сочинцев и гостей курорта есть еще один повод не только собраться за праздничным столом, но и прогуляться по ярко украшенным улицам. В этом году у Сочи особый праздничный наряд. В городе установили около 40 новогодних елок. Главное – на площади флага. В новогоднюю ночь около нее, 2020-й, встретили более 8 тысяч человек. Впервые гирляндами подсветили аллею Пальм на Новогинской. Мне кажется, я впервые в жизни такое вижу в Сочи, чтобы вот так вот, прям по всему периметру, всю Новогинскую украсили. Пальмы – это круто, правда. Ну, прям по столичному, здорово. Большая часть из новогодних световых скульптур, их в разных районах Сочи установили более полусотни, создавала компания, которая украшает к Новому году Московскую Красную площадь. Сочинцы и гости курорта оценили праздничную подсветку и с удовольствием делают фото на память. Можно вот в карету залазить, пофоткаться можно. Вот елка у вас тут красивая. Красиво все, достаточно плохо, охотно все. В принципе, много, немного. В целом нам все нравится. Мы в городе часто бываем у вас почти каждый год, поэтому мы довольны всем. Это оформление шикарное. Очень все ярко, очень все празднично. Как раз хотя бы, хотя и без снега, но создается праздничное новогоднее настроение. Очень приятно смотреть. Сделано, видно, что люди специально подбирали. Да все равно нравится, молодцы. И это мнение не только моё, но это мнение гостей города, которых очень много приезжало на Новый год, с которым я общался. Они говорят, приятно стало ездить в город. Объемные световые скульптуры, консоли и экраны продолжают создавать в Сочи атмосферу праздника. Украшать городские улицы они будут до 15 января. Галина Моисеева, Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Туристам запретят использовать одноразовую пластиковую посуду и влажные салфетки. Ограничение будет введено этим летом на территории Кавказского заповедника. Правда, пока в тестовом режиме. Почему мусорный вопрос стал больной темой в горах? И какие новшества ожидают вольерный комплекс в материале Татьяны Говорковой? В подведении итогов года в формате пресс-конференции традиционное мероприятие в Кавказском биосферном заповеднике. В 2019-м природную территорию посетило 250 тысяч человек. И динамика нового года показывает хорошую тенденцию. За первые две недели на объектах заповедника побывали около 12 тысяч человек. В Сочи и Лаганаке появилась новая услуга – скитуры. Это подъемы и спуски на специальных лыжах, а также прохождение маршрутов по пересеченной местности. А вот от интернета в горах решили отказаться. Ранее на туристических маршрутах Кавказского заповедника планировалось подключение к Wi-Fi. Но по результатам опросов туристов выяснилось, что такая услуга им не нужна. Поэтому решено улучшать качество отдыха. Задача Кавказского заповедника – это не развивать дальше туристические маршруты, а их сделать более компактными, более современными. Мы будем рассматривать все, кем мы к этому придем, сделать маршрут через Безыменку на Кардавач, кольцевой маршрут. Мы с наукой обсуждали, тема интересная. Мы хотим более модернизировать наши вольерные комплексы. Как бы заключаться, что мы хотим построить такие видовые площадки на каждом животном. Человек поднимался и был выше забора, и с этой площадки мог наблюдать за животным, а не смотреть через эти сетки, как сейчас. Мы хотим также увеличить птиц. У нас птиц нет, мелких вообще. Хотел сделать вольер. Сейчас для туристов открыты маршруты на Плата Лаганаки, в Красной Поляне, Смотровая Ефремова, Купель на реке Бешенка и маршрут по долине реки Ачипсе. Посещение Бзерпинского карниза в ограниченном режиме и возможно только в составе организованных групп, так как эта территория лавиноопасная, и при большом количестве снега маршрут закрывается. Летом действует 16 туристических маршрутов. Новых в этом году открывать не планируется, а будут благоустраиваться существующие. А еще ученые оценят рекреационные нагрузки. Будем стремиться регулировать посещаемость, чтобы она была распределена по всей рабочей неделе, а не только сконцентрирована на выходные. У нас будет введено ограничение на продажу билетов в сутки. То есть будет на каждый маршрут определенное количество билетов, и после того, как люди их выкупили, на этот день уже билет будет купить невозможно. Такое нововведение позволит решить и проблемный мусорный вопрос. Ежегодно с турприютов, вертолетом и на лошадях инспекторы вывозят десятки кубометров отходов. Летом на всех тропах заповедника ограничат использование одноразовой посуды и влажных салфеток. На территории разных охраняемых территорий уже зафиксированы случаи гибели животных от поедания пластикового мусора, в частности салфеток. То есть это приводит к завороту кишок, и животное погибает. Их привлекает запах. Часто люди там моют руки этими салфетками, и на них остаются остатки пищи. Пока нововведение будет носить рекомендательный характер, но потом может стать правилом. Затронули на пресс-конференции вопрос о вредителях, уничтожающих каштан и самшит. У этих насекомых нет биологического врага. Возможность его выведения в лабораториях только обсуждается. А химические методы не дают стопроцентного результата. Примерно половина насаждений каштана в Кавказском заповеднике заражена. Велика вероятность возвращения самшитовой огневки. Сохранить реликтовое растение можно только благодаря появлению почек на старых растениях и высадке новых саженцев. И надежда на то, что колхидский самшит не будет утрачен, есть птица самшитовой рощи, уже появились десятки молодых ростков. Детский тариф будет действовать при проезде по единому билету в Сочи с 15 января. Я напомню, что именно с этого дня начнется ремонт железной дороги на участке Чинары-Чилипси. А сообщение «Краснодар-Сочи» станет мультимодальным. Это значит, что приехать из Краснодара в Сочи только на поезде не получится. Между Краснодаром и Туапсе будут курсировать комфортабельные автобусы. А уже из Туапсе в Сочи путь можно будет проложить на «Ласточки» Туапсе-Адлер и Туапсе-Роза-Хутор. Автобусы станут совершать по шесть рейсов в день в прямом и обратном направлении. Время в пути от Краснодара до Туапсе – четыре часа. Расписание автобусов и электричек синхронизировано, чтобы обеспечить комфортную пересадку. Такой режим будет действовать до 27 апреля. Единый билет на электричку и автобус продается в кассах вокзалов и на сайте РЖД. Пассажиру выдают билет на поезд и талон для проезда по автобусной части маршрута. Оформление талонов прекращается за пять часов до отправления. При проезде по единому билету с 15 января будет действовать детский тариф. Льготный проездной документ для ребенка до 12 лет можно приобрести за половину стоимости, а для детей до пяти лет без предоставления места – бесплатно. Еще один нюанс – в едином билете указан только номер места в поезде. В автобусе – свободная рассадка. Если билеты электронные, то для посадки в поезд и автобус необходимо их распечатать. Первый профессиональный праздник в наступившем году сотрудники прокуратуры 12 января отметили День работников надзорного ведомства. А накануне этой даты всех, кто носит синие кителя, чествовали в Краснодаре. Звучали не только поздравления, но и задачи на будущее. Праздничная дата связана с указом Петра I, выпущенным в 1722 году. Им при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. Сейчас надзорное ведомство едва ли не единственный государственный орган, куда люди могут обратиться с любыми проблемами – от плохого ремонта дорог до завышенных цен на услуги ЖКХ. Работа, конечно, проводится в тесной связке с другими структурами. Сегодня в Краевой прокуратуре присутствовали губернатор Кубани, спикер регионального парламента, председатели судов и руководители силовых блоков. Поприветствовал всех прокурор Касандарского края. Сергей Табельский отметил, что принципы работы ведомства не изменились за 298 лет с момента основания. За почти три столетия, что существует наше ведомство, в стране не раз менялись формы правления, социально-политические условия, проводились многочисленные преобразования. Но российское государство всегда опиралось на прокуратуру, доверяя ей одну из основных ролей в наведении порядка. В этом году к нам поступило свыше 200 тысяч обращений жителей. Почти половина из них разрешена непосредственно прокурорами. Выявлено 130 тысяч нарушений закона. По инициативе прокуроров в дисциплинарной административной ответственности было привлечено свыше 18 тысяч виновных должностных лиц. Под постоянным контролем оставались вопросы соблюдения законности и социально-экономических сферах противодействия коррупции. Вы сориентированы сотрудники прокуратуры, прокурора, районов не на действия, не на борьбу с преступностью, а на самом деле на результат борьбы с преступностью. Вы сориентированы не на меры прокурорского реагирования, а на решение, опять-таки на результат, который вследствие мер прокурорского реагирования будет получен, будет достигнут. Вот что сегодня важно. Не количество представлений, а качество их удовлетворения. Граждане должны чувствовать, что они защищены. И неважно, с какой стороны могут быть эти проблемы. Защищенность. Я благодарен вам за то, что практически 500 миллионов возвращено зарплаты, которые люди и не надеялись получить. Но благодаря вмешательству прокуроров, органов прокуратуры, 500 миллионов, еще раз подчеркиваю, за должности погашено. От работы прокуроров во многом зависит не только социальное благополучие жителей Кубани, но и экономические перспективы региона. Любой инвестор всегда смотрит, насколько комфортно себя чувствует бизнес. И здесь не последнюю роль играет борьба с коррупцией. Продолжалось наращивание силы по противодействию коррупционным проявлениям. В ходе прокурорских проверок выявлено порядка 6000 нарушений, за которые 1500 должностных лиц понесли ответственность. По фактам совершения коррупционных преступлений было возбуждено 1000 уголовных дел. Первоочередное внимание уделяется защите восстановлению трудовых, жилищных и других социальных прав граждан, создание благоприятных условий для развития экономики, бизнеса, предпринимательства. Наводится порядок и на строительном рынке, что наглядно демонстрирует статистика. Сейчас в Краснодарском крае осталось меньше 2000 самостроев, хотя в 2006 году эта цифра была почти в 4 раза больше. Такую жесткую позицию в отношении самовольно возведенных объектов необходимо сохранять и дальше, считает глава региона. Борьба с самостроем. Много раз говорили уже об этом и тоже говорили, говорили. Взялись, знаете, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Закатили рукава и жестко подошли, в том числе я здесь максимально благодарен Андрею Владимировичу Кикачу. Теперь они, слава богу, прекратили строиться, потому что что начали делать? Сносить. Сносить. И еще раз подчеркиваю, при личном участии заместили генерального прокурора по УФО. А по-другому не остановили бы, потому что каждый из тех, кто самостроил, по большому счету, надеялся, что решит, договорится. А сегодня не с кем оговаривать цену вопроса. Не с кем в нашем крае. Одним из важнейших направлений для краевой прокуратуры остается защита прав детей. Благодаря слаженной работе удалось не допустить нарушений при расходовании бюджетных полутора миллиардов рублей, выделенных на покупку жилья для сирот. Ключи от своих квартир получили и тысячи обманутых дольщиков. Прошлый год стал прорывным в решении этого вопроса в Краснодарском крае. Вовремя, максимально благодаря, в том числе, инициативе прокурора края, мы приняли закон о компенсации обманутым дольщикам. Вовремя создали фонд. Мы только в прошлом году, коллеги, ввели в эксплуатацию 50 домов. А это 10 тысяч квартир. 10 тысяч квартир. Только в прошлом году. Дольщики ЖК изумрудные. 15 лет ждали своих квартир. 15 лет. Они не надеялись. И не надеялись, что кто-то достроен. Мы максимально набрали сегодня темпы, в том числе и проблемы обманутых дольщиков. Я думаю, она перестанет быть таковой, как минимум, через 2-3 года точно. Совместно с органами власти и правоохранительным блоком решались проблемы участников долевого средства. И удалось восстановить права свыше 75 тысяч граждан. Активность наших граждан и готовность и стремление к защите своих прав является одним из критериев, которые позволяют судить о доверии общества государству. На самом деле, только слаженная работа, только взаимодействие может дать позитивный, реальный результат. Несмотря на грядущий профессиональный праздник, прокурор Краснодарского края попросил своих коллег не расслабляться и помнить, что их главная цель – защита законных прав граждан. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 14 января в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс один, плюс три, днем 7-9 градусов выше нуля. Температура морской воды 10 градусов. В Красной Поляне тоже переменная облачность. Температура воздуха ночью минус один, плюс один, днем 3-5 градусов выше нуля. А сразу после работников надзорного ведомства свой профессиональный праздник отмечают сотрудники средств массовой информации. 13 января – это день российской печати. Журналистов, работающих в кубанских СМИ, у себя на странице в Инстаграме поздравил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев обратился не только к тем, кто трудится в печатных изданиях, но и к специалистам, развивающим новые форматы. Вы всегда идете в ногу со временем, осваиваете новые технологии, меняете формат, но по содержанию материалы остаются прежними, качественными и интересными. Особенно это касается районных газет, самых близких к жителям края. Сегодня, когда информационное пространство стало общедоступным, ваша работа по-прежнему не утратила своего назначения и востребована в обществе. Суть остается прежней – рассказывать о событиях и людях, поднимать актуальные темы, обеспечивать обратную связь между властью и обществом. Вениамин Кондратьев также поблагодарил журналистов за объективный подход даже к самым сложным темам. А в Сочи сегодня чествовали метров журналистики. Тех, кто стоял у истоков развития медиапространства курорта и на протяжении многих лет держал руку на пульсе жизни города и региона, сегодня поздравил мэр Сочи Алексей Копогородский. 13 января для работников СМИ – особый праздник. И хотя официально он называется «Днем российской печати», отмечают его не только журналисты печатных изданий, но и телерадиокомпания, а также сетевые СМИ. Сегодня Алексей Копогородский поздравил с профессиональным праздником авторитетных журналистов, ведущих программ, редакторов и фотографов. Сергей Белов, Алла Журавлева, Игорь Сизов, Людмила Катеренко, Олег Галицких, Александр Мовчан и другие известные представители сочинских СМИ, всю жизнь посвятившие развитию городского телевидения и прессы, получили от главы города благодарственные письма за многолетний труд на благо курорта. «Не бывает будущего без настоящего, а настоящего без прошлого. Всегда нужно знать историю и тех людей, кто был у истоков создания города, у истоков создания повестки, любой информационной. Вы видели, как Сочи изменяется, каким он стал после Олимпиады, после всех мировых событий, как развивается санаторный курорт на отрасли, горный кластер и все остальное здесь. Конечно, вы все это чувствуете и понимаете, живете во всех этих процессах. Поэтому вы же тоже являетесь в какой-то степени воспитателями всех тех, кто пришел после вас и трудится на тех местах, где трудились раньше и вы. Не бывает саморазвития человека без учителей, без преподавателей, без педагогов, без тех, кто понимает, что нужно делать». Среди тех, чью работу отметил глава города и наша коллега, автор программы «Однажды в городе С». В рядах сочинских журналистов Людмила Ищенко почти 40 лет и гордится своей профессией. «Журналистика – это не профессия, это образ жизни. Человек, который выбрал эту профессию, он не может быть утром журналист, а вечером дома он не журналист. В этом ты живешь или не живешь. Да, жить в этом непросто бывает. Очень горжусь тем, что именно мне судьбой было доверено, вернее, подарено великое счастье рассказывать об истории нашего города. Хорошо или плохо получается, я не знаю, но пока это удавалось сделать. Я надеюсь, что, может быть, удастся делать и дальше». Кубань на фестивале «Кивин-2020» в Сочи представит рекордное количество команд. Сегодня в расписании фестиваля первый день просмотров команд премьер и высшей лиги и официальное открытие. В фестивале «Кивен» участвуют команды из России и зарубежья. В борьбу за призы юмористического турнира вступят и сборные из Краснодарского края. Заявки на участие подали более 30 команд. В их числе сразу три команды высшей лиги КВН, две международной и одна представители первой лиги КВН. «Кивин» проводится в Сочи ежегодно. Это уже 31-й фестиваль. Он будет проходить в два тура. Гала-концерт состоится 23 января. Там выступят команды, прошедшие отбор высшую и премьер лиги. И к другим новостям. В школах введут новую отметку «Зачет». Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева. Как сообщает российская газета, в некоторых школах уже давно используется система «Зачет-незачет». Между тем, когда школьникам выдают аттестаты, оценки в них по-прежнему сводятся к пятеркам, четверкам, либо тройкам. Поэтому сейчас готовится новый порядок выдачи аттестатов об основном, общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы, ставить зачтено за такие предметы, как ИЗО, музыка и физкультура. Однако выбор останется за школы, так как учреждения используют разные подходы. Тем не менее, отметила Васильева, не у всех одинаково отлично. Может получаться бегать, прыгать, рисовать и петь. А поэтому ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха неверно, заключила она. Глава национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала инициативу. Отметила, что школьники будут проявлять больше старания, если не будут бояться получить плохую оценку. В Сочи 23-25 января пройдет региональный фестиваль робототехники. В этом году фестиваль примет около 200 участников из Краснодарского края и Республики Абхазия. Им предстоит соревноваться в создании и программировании роботов в пяти направлениях. Четвертый год в рамках фестиваля школьникам предоставляется право принять участие в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады по физике, результаты которой будут засчитаны в качестве баллов ЕГЭ. Заключительный этап Олимпиады традиционно пройдет в Московском госуниверситете. Сочинский же фестиваль посвящен памяти Сергея Черединова, педагога и директора Сочинской станции юных техников, давшего толчок развитию робототехники на курорте. Сочинцы смогут сдать новогодние елки на переработку. Отслужившие свой праздничный срок растения чаще всего попадают прямиком на контейнерные площадки, оттуда на свалки. Вторую жизнь хвойным деревьям предлагают подарить в эколого-биологическом центре Сочи. Там проводят акцию по сбору новогодних красавиц. Елки принимают без игрушек и мишуры. С помощью специального оборудования ели переработают в щепку. Из нее изготовят утеплитель для вольера животных. Сдать елку на переработку можно до 20 января. Экологобиологический центр находится на улице Альпийской, 5. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-918-407-78-23. Во всем мире елки перерабатывают уже много лет. Их сжигают в котельных, получая тепло. Измельчают на опилке. Используют в качестве корма в зоопарках. Делают мебель и бумагу. А некоторые части хвойного дерева используют для изготовления лекарств, мыла и косметики. В Сочи прозвучала музыка Венского бала и выступил знаменитый ансамбль танца. Парк науки и искусства «Сириус» сразу после новогодних каникул представил концерты сразу двух музыкальных легенд. 10 и 11 января в Сочи выступил Венский фестивальный оркестр Штрауса. Он сыграл свою новогоднюю программу, в которой представлено музыкальное наследие семейства Штраусов. Это самая популярная музыка 19-го столетия в Европе. Именно этот оркестр открывает 1 января знаменитый на весь мир Венский бал. Дирижер Питер Гуд – известный специалист по музыке династии Штраусов. В 1978 году он создал коллектив, в котором, подобно самому Штраусу, выступает в качестве дирижера и солиста одновременно. В программах прозвучали произведения всех представителей династии Штраусов. И, конечно же, главные хиты Иоганна-младшего «Сказки Венского леса» на прекрасном голубом Дунае «Русский марш». А 12 и 13 января на сцене «Сириуса» выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. В Сочи солисты представили свою самую известную программу «Танцы народов мира». Ансамбль Моисеева считается первым и единственным в мире профессиональным коллективом, который занимается художественной интерпретацией танцевального фольклора. Ансамблю в этом году исполняется 83 года. В Сочи были показаны самые популярные номера – калмыцкий, корейский, молдавский, аджарский танцы, а также греческий танец «Сиртаки» и фрагмент флотской сюиты «День на корабле» – знаменитое «Яблочко». Кроме того, артисты представили 20-минутный танцевальный спектакль «Еврейская сюита. Семейные радости». Это одна из последних постановок великого хореографа. И на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.